Ну что, друзья, поздравляю всех с выходом iOS 16.2. Давайте мы сегодня с вами обсудим, что же здесь нового по истечению тех бет, которые были, и что нам дали в релизе, как с автономностью, ну, в принципе, вся эта информация, которая нам будет необходима. Добро пожаловать на канал Коэксперт, с вами Владимир. Друзья, смотрите, по тех бетах, которые были, у нас 4 беты, 5-ая у нас уже была релиз-кандидейт, это прелизная версия. Что у нас было нового? Бете у нас улучшили приложение Home, оно стало более производительным, интересным, я не использую, то есть напишите, кто использует, расскажите, как в данной версии работает. Точно так же Apple TV стала более функциональной, попроще теперь с ней работает, отзывчивая, ну, и опять же, все тоже к производительности относится. Во второй бете у нас прилетела 5G для Индии, но, как понимаете, у нас 5G нету, у нас только LTE максималочка, поэтому вот как-то так. Четвертая бета у нас, пятая, точно так же это Security Response, это по системе безопасности, ну, и в пятой бете, то есть по факту она уже предрелизная, RK была, релиз-кандидейт в Apple Music у нас добавили караоке. Точно так же я Apple Music не слушаю, я слушаю вот здесь музычку, поэтому, кто использует Apple Music, расскажите в комментариях, чтобы другие знали, как работает режим караоке, и, в принципе, всем будет интересно. Ну, а так, в целом, ребята, система действительно очень хорошо работает, я никаких фрезов багов не заметил, давайте зайдем у нас в хранилище iPhone, посмотрим, фрезит ли здесь система, нет, не фрезит, у меня емкость батареи 89%, давайте с вами убедимся, вот, поэтому вот как-то так, система очень-таки стабильная, никаких фрезов лагов я не замечаю, опять же, напоминаю, что автономность, результаты будут уже через день-два. Что касаемо автономности, автономность я вам сейчас не скажу, примерно плюс-минус она работает так, как была на 16.1.1 или 16.1.2, но полноценный тест нужно будет сделать хотя бы сутки-двое, чтобы прошло, я это все дело опубликую у себя же на канале, это будет либо в сообществе канала, либо же это будет Shorts, обязательно подпишитесь, чтобы это не пропустить, я вам подробно все расскажу, как у меня на iPhone 12 и на других устройствах, которые есть, но опять же напоминаю, могут быть, даже на одинаковых устройствах, потому что емкость батареи будет отличаться, нагружаться будет по-разному, ну, если вам интересно, как настроить автономность по подсказке в описании, либо в описании под видео вы найдете все эти полезные ссылки, чтобы сделать ваше устройство более автономным, чем оно было до или вообще в целом в использовании вашего. Так вот, что я вам советую каждый раз делать, при любом обновлении, если вы уже надумали это делать, что я в принципе не рекомендую, если вы на какой-то стабильной сидите, сидите, ничего нового вам тут здесь супер не завезут, чтобы можно было, как бы, рисковать, я бы сказал, чтобы терять автономность, производительность камеры и всего, в принципе, остального. Вам нужно делать резервную копию, либо же на устройстве iCloud, либо же на ПК через iTunes, дабы можно было восстановиться, если вдруг что-то пойдет не так. Ну и, что я могу сказать, принимать решение только вам, я оттолкаюсь только от своего устройства, ручаться не могу, в принципе, вы действуете на свой страх и риск, поэтому принимать решение вам. Ссылка в описании под видео на телеграм-канал, там тоже есть полезные ссылочки, ныряйте, подписывайтесь, буду всем рад. Обязательно сделайте подписку на канал, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, дальше больше, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok